Даш, знаешь, меня в последнее время очень мучает вопрос, какую профессию выбрать, кем стать. Знаешь, я тоже очень часто думаю об этом. Я так хочу принесить пользу людям. Так что же нам делать? А может... Учитель? Чтобы узнать, так ли хороша эта профессия, мы решили узнать ее достоинства и недостатки. Работа учителем дает очень большие плюсы как человеку для становления личности. Она помогает оборот в страхе, выбрать все те проблемы, которые присущи практически каждому человеку. Возможность научить человека чему-то хорошему, новому, интересному, познавательному. Среди преимуществ могу назвать также длинный отпуск. Очень мало профессий, которые имеют отпуск по длине, как выдаются учителям. Еще это благодарность учеников, бывших выпускников. И в школьные, через многие годы они вспоминают своих учителей добрым словом, преподносят приятности у пейзо, они иногда и заботятся о них. Дополнительные обязанности, которые подразумевают работу учителя. То есть ты не просто читаешь свой предмет, но еще приходится быть классным руководителем, либо участвовать в разных конкурсах. И профессия еще это требует большого терпения. Ведь не секрет, что в любом классе могут найтись ученики, которые мешают одноклассникам получать знания, а учителю проводить уроки. Один из главных минусов работы учителя это то, что ты должен быть каждому отцом и мамой, так скажем, в моем случае отцом. Поэтому с точки зрения воспитательной очень тяжело. И это один из больших минусов. К минусам относятся, например, трудные конфликты с детьми. Трудные конфликты с родителями. Не всегда достойная оплата труда, к сожалению. И в многом времени занимает составление плана получения. Подводя итоги проделанной нами работы, мы выяснили, что работа учителя не так уж и легка, как оказалось бы на первый взгляд. Чтобы в будущем стать примером подражания ученикам, нужно пройти много испытаний, которые придумывает нам жизнь. Мы будем стараться, чтобы в будущем сделать наш мир лучше. Редактор субтитров А.Семкин